Здравствуйте! На телеканале Новый Век программа Вызов 112 в студии Эльвир Фазлива. И сегодня мы расскажем о ночной погоне за Митсубиси в Казани. Я когда еду за рулем, не знаю, я уверен еду за рулем. Почему водитель хотел скрыться от автоинспекторов? Не хотел времени терять штрафы, но надоело. Покажем водителя, у которого усмотрели признаки наркотического опьянения. Куда-сюда, у тебя глаза красные, а я после бассейна, конечно, они у меня красные будут. А также обман в деликатной сфере. Связавшись с девушкой, молодой человек перечислил ей более 4 тысяч рублей. Молодой человек заплатил за интим услуги, которых не получил. И семейный наркобизнес. Наркотики при себя где находятся? В кармане в городе в Толстоке. Муж с женой попались на торговле наркотиками. Это и не только. Прямо сейчас. Водитель Митсубиси Каризма не подчинился требованию автоинспекторов об остановке. Внимание к себе в самом центре Казани, на перекрестке улиц Миславского и Дзержинского, иномарка привлекла слишком темными стеклами. Затонировано было даже лобовое. Машину пытались остановить, но водитель только сильнее нажал на газ. Где его догнали и почему скрывался от автоинспекторов, он рассказал Юлию Гоголевой. Почему я не остановился? Я остановился, как видите. Он действительно остановился, но только через 15 километров от того места, где должен был. Автоинспекторы заметили сильно тонированный автомобиль на перекрестке улиц Дзержинского и Миславского. Водитель требований об остановке не подчинился, увеличил скорость и попытался скрыться. Началась погоня. На правила дорожного движения водитель перестал обращать внимание. Митсубиси направилась в сторону выезда из города на Мамадышский тракт. Там иномарка едва не сбила человека. Ее остановили практически на самом выезде из города. Я когда еду за рулем, не знаю, я уверен, еду за рулем. То есть я трезвый, на самом деле, люди в форме, люди по чем-то. Нет, я адекватно. А за рулем давно? Давно. Сколько? Вчера три года ровно, официально. Судя по всему, автомобиль занимает важное место в жизни молодого человека. Когда его догнали, он отказался выходить из машины и предъявлять документы. Так не хотел с ними расставаться. Но закрыться от автоинспекторов в салоне транспортного средства уже не получится. Понимает, что нарушает много, догадывается, за что хотели остановить за тонировку. Но ему самому она же не мешает. Говорят, машина тонирует. Мне нравится, как она так выглядит. Я хорошо вижу, у меня зрение хорошее. Не остановился сразу, говорит, как раз из-за этого. Сдирать со стекол темную пленку и платить штраф не хотел. Думал, что сможет оторваться от преследования. Штраф, ***, я буду честный. За парни, за парни, за парни, за парни. Моточки помогают. Все, 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 да. Поддеваться хочется, кушать хочется. Штрафы постоянно, камеры, еще сколько. Не хотел времени деревать, штрафы хотите. Но надоело. Сами понимают, что все время. Денег мало. Денег мало. Денег достаточно. Попытка избежать одного штрафа обернулась для молодого человека целой серией протоколов. Теперь помимо штрафа за тонировку, ему предстоит ответить за невыполнение требований об остановке. Штраф от 500 до 800 рублей. Управление машиной с техническими неисправностями – это еще 500. А также невыполнение законного требования сотрудника полиции. Тут штраф уже до 4000. Или административный арест сроком до 15 суток. Юлия Гоглевна, Айля Абдулин. Вызов 112. Водителю «Опеля» с признаками наркотического опьянения задержали автоинспекторы на улице Губкина. Им показалась странная его манера вождения и попытка поскорее уехать из поля зрения стражи порядка. Когда автомобиль остановили, вопросы возникли к состоянию самого водителя. Ему предложили пройти экспресс-тест на употребление алкоголя. Молодой человек согласился. Прибор показал, что спиртного в этот вечер он не употреблял. Но наркотики в организме можно обнаружить только во время медицинского освидетельствования. Молодой человек не отказался и от него. Мы с девушкой с бассейна ехали. Я заехал сюда, у нас с парковочными местами проблемы. Поставил у пятерочки. Идем обратно, смотрю, место появилось. Я давай быстрее разворачиваться. Ну и немножко не дождался на красный сигнал. То есть развернулся, но не совершая никаких там неадекватных действий. То есть, и все, они за мной поехали туда-сюда. У тебя глаза красные, а я после бассейна, конечно, они у меня красные будут. Ну и все, одно за другим, поехали на свидетельствование. Но когда его привезли в больницу, от сдачи анализов молодой человек отказался. Это приравнивается к вождению в нетрезвом виде. Теперь его, вероятно, лишат водительских прав на срок от полутора до двух лет. Также молодому человеку предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Автомобиль же отправился на штрафстоянку. В Казани сегодня утром на улице Рихарда Зорге сошел с рельсов трамвай четвертого маршрута. Вагон перегородил одну полосу автомобильной дороги. В результате аварии никто не пострадал. С помощью крана вагон удалось вернуть на рельсы. Однако движение по маршруту было задержано на 1 час 15 минут. Как пояснили в метроэлектротранс, сход вагона произошел по причине разрыва рельсов из-за перепада температуры. Сообщение о ножевом ранении в одном из домов на улице Дальняя поступило в скорую помощь минувшим вечером. Медики тут же сообщили о произошедшем в полицию. Стражем порядка мужчина рассказал, что ранение нанес себе сам. Но вот причина так и осталась неизвестной. Не могла сказать, почему мужчина так поступил, и его сестра, которая была в это время в квартире. В итоге медики госпитализировали пострадавшего с ножевым ранением с животом. 20-летний житель Нижнекамска, желая провести свой досуг с милой девушкой, лишился нескольких тысяч рублей. Встреча при этом так и не состоялась. Он нашел ее анкету на сайте Интимуслуг. Понравилось внешне. Поговорил по телефону и решил, что искал именно ее. И тут же, чтобы наверняка встретиться, перечислил 4 тысячи рублей. Но желаемого общения так и не получилось. Сильно расстроился. А потом узнал, с кем на самом деле он разговаривал. Телефон разводил. Кого разводил? Ничего. Подозреваемый и сам не отпирается. Вместе с подельниками организовал собственный бизнес. На сайте Интимуслуг за фотографиями приветливых жриц любви скрывалось трое молодых людей, уроженцев Сызрани. Установлено, что 20-летний фигурант создавал фиктивные страницы девушек за деньги, готовых на многое. А когда клиенты переводили предоплату, аккаунты удалялись. В дежурную часть управления МВД России по Нижнекамовскому району обратился 20-летний молодой человек с заявлением о совершенном мошенничестве. В ходе опроса заявитель пояснил, что на одном из интернет-сайтов он нашел объявление о предоставлении интимных услуг. Связавшись с девушкой, молодой человек причислил ей более 4 тысяч рублей в качестве предоплаты. Но его так никто и не обслужил. Телефон девушки стал недоступен. Полицейские выяснили, что никаких девушек там вовсе и не было. А разговаривал молодой человек с 14-летним подростком, которому несложно было поменять голос на женский, обманывая клиентов. Третий фигурант дела – 26-летний мужчина, выполнявший роль водителя. Ранее были судимы? Нет. По какой причине обойдет здесь? Мошенничество. Минус за это занятие? Да. Теперь 20-летнему подозреваемому предстоит ответить за мошенничество и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Суда он будет дожидаться под стражей. А оперативникам предстоит выяснить, были ли и другие жертвы аферистов. Раскрывать столь деликатные подробности своей жизни хотят далеко не все. Тагирова Лидия, вызов 112. Почти килограмм наркотических веществ и целую лабораторию обнаружили оперативники в гаражном кооперативе в Казани. Подозрения в организации незаконного бизнеса пали на семейную пару. Стражи порядка установили, что муж получал адреса тайников с оптовыми партиями зелья, а супруга фасовала наркотики на мелкие партии. Операция была бесполезна. При себе почти полкило мефедрона. Он уже расфасован и готов к дальнейшему сбыту. В телефоне переписка с несостоявшимися клиентами и координаты уже сделанных закладок. Подозреваемые семейная пара из Казани полицейские выяснили. 30-летний мужчина получал адреса оптовых тайников, а 37-летняя женщина работала в арендованном гараже. Фасовала наркотики на мелкие партии для дальнейшего сбыта. В правом левом углу, что именно я не знаю, ну как называется. Откуда здесь оказаться? Я привез. Внутри гаража все необходимое для фасовки. Сам наркотик, пластиковые пакетики, аптекарские весы, а также уже готовые к реализации партии товара. Кроме того, здесь же и лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления синтетических наркотиков. В ходе дальнейших мероприятий оперативники выяснили, что супружеская пара планирована самостоятельно заняться производством запрещенных веществ. По данному факту, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрено частью 3 статьи 30, пункт МГ, части 4, статьи 228-1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей. 941 грамм найденных у них наркотиков считается крупным размером. Сейчас пара ожидает суда, муж под арестом, а супруга под подпиской о невыезде. Лина Зинатольевна, Тагир Валиди, Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте Вызов судьбе, вдруг она его примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова